Уважаемые коллеги, продолжаем пресс-конференцию. Слово для резюме по матчу предоставляется главным тренером Арсенала Дмитрия Ленча. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста. Спасибо. Это и достальная возможность. Но в первую очередь я хотел бы поздравить своего коллегу, своего друга Роберта Адакима с победой. В этом противостоянии я уже с ним переговорил. Несколько фраз мы с ним перекинулись. Я пожелал ему, чтобы они в первую очередь вышли в финал. Ну а там, как уже получится. Потому что я считаю, что у Кузовика есть шансы выйти в финал. Сейчас будет жеребевка, насколько мне известно. Поэтому они могут принимать команду в премьер-лиге. Либо Локомотив, либо Рубин дома. Я вам сказал, Роберт, если такое случится, почему вы не на искусственном поле. Можно обыграть, и за одной игры, тем более, можно обыграть любого соперника. Поэтому я тебе этого желаю. Поэтому еще раз хочу повториться. Поздравляю вас с победой, его команду. Во-вторых, хотел бы сказать огромное спасибо всем, без исключения, футболистам обеих команд за то, что они на протяжении 120 минут боролись, очень самоотверженно боролись. Выдержали 120 минут, потому что было тяжело. Ноги моих игроков сводило. И, честно говоря, ожидал более скучного футбола. Но нам уже получился очень интересный футбол. В этом, конечно же, главные действующие лица футболисты. И, в-третьих, если коротко по игре говорить, были шансы. И у них были шансы и у нас. Может быть, у нас может быть чуть-чуть побольше их. Было этих возможностей для взятия ворот. Но, к сожалению, это наша болезнь с прошлой осенью. Не можно реализовать никак те моменты, которые были. Конечно же, немножко расстроены. Я огорчен тем, что не смогли попасть в полуфинал, войти в историю. И не порадовали своих болельщиков. Потому что с ним большое количество опять-таки собралось, чтобы поддержать нас. Немножко мы подвели этих болельщиков. Но, в любом случае, жизнь продолжается. Теперь должны сосредоточиться полностью на чемпионате. В чемпионате, вы знаете, у нас тоже нелегкое положение. И вот если мы сейчас будем сильно долго переживать по поводу вылета из Кубка, то это может негативно сказаться на играх в чемпионате. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому завтра попрошу ребят, чтобы как можно быстрее забыли эту игру. И уже готовились к игре в Казани. Пожалуйста, вопрос, коллеги. Виталий Анатольевич, оцените, пожалуйста, расскажите о дебюте Андрея Кагуша. То есть понравился ли вам его первый официальный матч за Ахмут? Что можете сказать? Ну, знаете, Андрей еще находится в стадии адаптации. Как мне так представляется. Вижу, я очень часто с ним беседы провожу индивидуальные. И он это не скрывает, что да, мне надо привыкнуть, потому что под схемой мы играем в три защитника. В Бате он все-таки играл крайнего правого защитника, когда они играли в четыре. Я думаю, что он сыграл сегодня неплохо. Он, кстати, мог забить в втором тайме, да, когда он в зубойной позиции промахнулся. Я думаю, что это все-таки неплохое усиление. Но я думаю, ему еще понадобится время, чтобы действительно уже показывать тот, чтобы показать все свое мастерство, как он показывал в Бате. Вопросы еще, Сергей? Оцените все-таки качество футбола, не абстрагируясь этот результат. Качество футбола, которое показал ваш финал. То, что не забили, это достаток класса или все-таки везение? Ну, знаете, я еще раз говорю, я ожидал более такого неинтересного, можно так сказать, футбола, весеннего футбола. Потому что сейчас, тем более, это наше поле. А то, что я увидел, я скажу, что и по качеству футбола, и по качеству игры мне сегодня «Арсенал» понравился. Так же, как и, в принципе, «Газовик». Не было таких, можно сказать, банальных длинных передач, не было такого навала, как обычно в таких случаях бывает, при таких погодных условиях. Я думаю, что футболисты очень разумно действовали на поле, а по пятаке не только нашему, но и «Газовика». А по поводу везения, ну, знаете, где-то нам не повезло, а где-то нехватка исполнительского мастерства сказалась. Ну, вот сегодня удача присутствовала на стороне «Газовика». Они все-таки свой моментик использовали. Еще вопросы, пожалуйста. Без удачи тоже, к сожалению. Руслан. Дмитрий Анатольевич, у нас впереди чемпионат, да, у нас продолжаются проблемы в нападении, проблемы реализации. В то же время ни одного нападающего не приобретено в межсезонье. Как бороться с этим? Как довести до игроков? Как работаете в этом плане? Психологически, я не знаю, объясняете что-то? Или ребята нападающие не уходят с тренировки вообще сутками? Да нет, ну, в завершении мы много работаем. Но одно и два работают на тренировках, да, когда на тебя ничто не давит. Болельщиков нет, да, ты раскрепощен. И другое, когда ты выходишь уже против соперника. Против соперника это просто нас сильный, вы знаете наш график. Плюс еще болельщики, понимаете. Здесь уже у кого-то, может быть, это психологический момент. Может быть, какой-то мандраж. Это особенно, кстати, было осенью некоторых игр, когда вроде я оказываюсь против ворот, да, и не могу поверить, что я могу забить, там, условно говоря, ЦСКА, там, Спартаку, либо Динамо, да. А с другой стороны, это недостаток мастерства. Я об этом скрывать не буду, потому что, имея столько моментов, ну, тот же Саша Кутин, например, да, я считаю, что он и на сборах, в принципе, сейчас у нас игра была, не забил два выхода один на день. С кем же это мы играли-то? Ну, неважно. Либо казахи, либо узбеки мы играли. Кстати, с узбеками, да, да, тренировки мы играли. Имел 100% момента, ни одного не забил. О каком невезении может идти речь? Недостаток мастерства. Будем продолжать работу, а что, какой у нас выход есть? Уже никого не дозаяем. Будем играть теми, кто есть, доделать. Дмитрий Анатольевич, не нашли никого в нападении? Или того, кого нашли, они не согласились? Ну, Слав, ты не читал мое вчера интервью? Нет, не читал. Не читал, Викрян. Прочитай. Выкинули еще, наверное, может, и условно. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы. Дмитрий Анатольевич, у нас осталась одна замена дополнительное время, и разминался при этом у нас вратарь. Он не хотел ли подпинать? Ну, в принципе, да. Я отправил разминаться. Не исключено, что выпустил его замену до конца. Васильева не был даже среди запасных. Позавчера получил травму на тренировке, поэтому даже заявки не было. Дмитрий Анатольевич, а вправе мы ожидаем дебюта «Корычка» в ближайших матчах? Конечно. Почему? Такой же претендент на место в основном составе, как и все другие. Кто будет лучше готов на тот момент, когда мы будем играть в Казани? В любом случае, с кубковой игрой она оказалась плюс перед стартом чемпионата? Ну да, это официальная игра, да. Официальная игра не заменит товарищеские игры. Тем более в такой хорошей обстановке, как и сегодня было. Поэтому для Томаса это хорошо. Тем более 120 минут сыграли. Сейчас надо полностью... Малаянный сколько процентов уже готов? Малаянный готов. Он три месяца лечится у нас уже. Он не готов такой уж вопрос задать. Когда он выздоровеет, мне неизвестно, если честно. Еще вопрос к коллеге. Юрий. Чимина Филипп, Московский профессионал Столик. Первый вопрос. Смирнов разве усилил что-нибудь? По-моему, при Кузнецове, когда я игроку смотрелся на много сидений. Ну это показалось. Кутину был при такой обороне, как имел Газаик. Надо как кого-то было в пару поставить. Ну вот вышел Сергей Маслов пару. Но мне показалось, что Сергей Кузнецов... Поздновато? А? Поздновато Маслов вышел, да? Ну, сейчас мы уже, знаете, думать поздновато. Может, рановато. Трудно сказать. Как бы сложилось всегда. Но мне показалось, что все-таки Серега Кузнецов немножко подсел. Потому что все-таки ему надо хорошее, ровное поле. Сегодня все-таки не его был Газон. Хотя он в некоторых эпизодах сыграл хорошо. Поэтому я все-таки видел, что он подустал. Решил его заменить, поменять на Дима Смирнова. И учитывая тот момент, когда мы играли в одного нападающего, все-таки, конечно, как второй нападающий, может быть, все-таки мы исполнили всегда Диму Смирнова. А по поводу Сергея Маслова, ну, в принципе, я не считаю, что он... У Андрея были проблемы с ногой, наверное, видели. Поэтому мы решили перейти на игру в четыре защитника. При этом Швардерго Маслов помогал Кутину. Потому что Кутину уже, Саша тоже подустал немножко. Тем более, там бороться с четырьмя защитниками одному тяжело. Ну, сделали ставку на двух нападающих. Но в итоге, в любом случае, он тоже не сработал, не забили. Хотя у меня надежды были. Создалось впечатление, что Арсенал немножко физик по физике. Вот это второй половин Тайбу проиграл, и дополнительное время физически проиграл, да, по силе. Нет, так не считаю. Я считаю, приблизился одинаково функционально готовый Газовик и Арсенал. А тульских болельщиков что скажете? Ну, очередной раз комплимент. То, что в такую холодную погоду и пришли, поддержали. Ну, в принципе, я был как-то готов. Спасибо за баннер, который был вывешен. Ну, и, как обычно, поддержка, конечно, была очень-очень приятная. Но, к сожалению, еще раз хотел принести, если это можно, извинения от лица команды за то, что мы не порадовали их положительным результатом. На чемпионате приведите к тебе. Ну, надеюсь.